Собственно, какого хуя, Марик, ты придумал самый маленький кальян? Этот выпуск специально для тех людей, которые с помощью огромных шахт пытаются самоутвердиться размером своего маленького хуя, который, как оказывается, на самом деле есть. Это самый маленький кальян, который, думаю, сделан в России, а российским производителем это кальян от Космо Хука под названием Спутник Симпл Стиль. Круто, круто, не спорю, да. Идет он, собственно, вот в такой вот задрыпанной коробке из картона, и внутри у нас лежит просто, просто валяется кальян. Просто, блядь, детали, и валяется ебучий кальян. Никаких подкладочек, ничего нет. И блюдце в эту коробку не залазит. Блюдце приходит в другой коробке, как я понял, да? Сейчас я допру, как его открывать. А, собственно, открывается он вот так. В данном случае в комплекте у меня шла вот такая рокет-чашка. Ёлка, не ёлка. Шёл вот такой вот непонятный, объёбанный, задрыпанный кусок металла с силиконом, который просто весь кривой, потому что его перетянули резинками. Непонятно для чего. А, идёт вот такая вот охуенная шахта, ребят. Вот она, охуевшая. Массенькая. Неразборная, вообще неразборная, потому что она сделана из одного куска. То есть, выточена из одного кусочка. Идеальна для походов и всего остального. Ещё идёт шахта. Чё мне очень понравилось в том, что вроде бы кальян массенький, да? И вы, наверное, такие думаете, блядь. А, блядь. И вы думаете, наверное, к такому кальяну должна быть, собственно, вот такая вот шахта, да, блядь. И пиздец. Чихнул, задул кальян, многие мне так написали, но идите нахуй. На самом деле, всё гораздо круче. И идёт вот такая вот шахта. То есть, в чём прикол? Мы закручиваем вот такую вот шахту вначале. Вкручиваем. Бля, как долго. И можем в неё вкрутить. Ну-ка, а можем, не можем? Да, можем. То есть, если у вас массенькая колба, да, допустим, не такая, как у меня, и вы понимаете, что перелив сюда воды, вы будете глотать эту сраную воду, то, как бы вот так, да, то Марик всё продумал. Если у тебя маленькая колба, то держи маленькую шахту. Если у тебя большая колба, то держи, собственно, удлинитель, да, возможность нарастить шахту. Ты её вот так вот наращиваешь, и ты охуенный крутой мужик с длинной шахтой. Что девки тебе все просто, блядь, будут давать. И, собственно, сам диффузорчик. И диффузорчик, блядь, без дырки в заднице, да, то есть, ну, нахуя сделайте вы, блядь. Сука, одно отверстие сделайте. А хоть и дырки здесь большие, то всё равно большие листы застревают в шахте, и не очень-очень круто. Получается у нас вот такая вот массенькая шахта. Помимо этого, вы подумаете, всё, на самом деле нет. Марик в этом плане оказался довольно-таки умным, и не как с его прошлым кальяном Космо Хука деревянным, который был недоработан вообще ни в чём. А блюдце, конечно же, вроде от кальяна Крафт. Оно встаёт очень идеально, как бы, но смотрится оно не очень. Вот сюда блюдце от кармы какой-нибудь, да, вот с звездой, будет очень круто. Дальше. Здесь есть вот такая вот хуйнюшка. То есть, Марик даёт вам, ребята, чудите, вытворяйте. Можно вот эту штучку, на которой одевается шланг, поменять на ту, в которой будет засовываться коннектор. Понимаете? Папа, мама, как они любят ваше делать, да? То есть, можно всё это сделать, и будет всё очень круто. Марик, то есть, даёт возможность ребятам чудить. Вот такой вот маленький спутник. Я хочу на него сейчас купить масенькую колбу, хрустальную, да, и будет просто огненный кальянчик, довольно-таки очень интересный. Также в комплекте к нему шоу вот такой вот прикольный софт-тач. Очень прикольный по ощущению. Скоро, конечно же, это всё сотрётся, и будет обычный силиконовый шланг. То есть, по факту, покупая софт-тач, ты переплачиваешь там 200-300 рублей, и что, как будто ты берёшь покрытие софт-тач в аренду, потому что оно сотрётся, и у тебя будет обычный силикон. Тяга, лёгенькая такая, с хорошей, с хорошей просто, с хорошим сопротивлением. Сейчас чашечку поставлю на него. Уф, 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 побежал, и всё как. С хорошим таким, а, про чё я говорю? А, с хорошим сопротивлением, и вот таким вот мундштуком, который не похож, по крайней мере, на ебучие, никому не нужные, нахуй авиаторы, которые всех уже заебали. А, что касается по продуву, клапан здесь довольно-таки интересный, хорошо работает. Да, давайте, собственно, взрывать. Взрывается довольно-таки круто. И самое, что крутое, смотрите, ребят. Вуаля. Цена, конечно же, дорогая, да. Ценник кальяна дорогой. Я точно сейчас попробую сказать вам. Сейчас, секунду. Цена кальяна. Сейчас скажу, перейти к диалогу с Мариком-проституткой. Цена розницы 7,5 тысяч. А, фулл комплект без колбы. То есть, все вот эти ништяки, кроме вот такой вот колбы, 7,5 тысяч. Опт, 5 тысяч. Сейчас, Марик, я спрашиваю, Марик, какого хуя цена такая дорогая? Это ж пиздец тут, блядь, ну ебать, массенькая. Я не понимаю, Марик. Он мне говорит, типа, давай, это все сделано из цельного куска. То есть, а им можно реально убивать, потому что кусок цельный, из него все это вытачивается. За счет этого и, собственно, такая цена производства. Как бы, возможно, оправдано, возможно, нет. Но еще раз говорю, не надо дрочить на огромные кальяны. От этого, как бы, кальян лучше куриться не будет. Маленькие тоже курятся охуенно. И вот Космошоп, собственно, вам в пример, блядь. Также, как и многие мне говорили, фу, и будешь курить, чихнешь, он зальется, блядь, люди. О чем вы говорите? Смотрите. Аж на, блядь, все вылилось обратно. Вот такой вот маленький монстрик. Также, что я хочу сказать. Есть, конечно же, в нем неудачный, но неудачи связаны именно, наверное, так сказать, с халтурой самого Марика, который нихуя не контролирует, да? Почти вся резьба залита краской. Да, то есть ты закручиваешь и чувствуешь, как краска просто сдирается с резьбы. Потому что заранее не очищенная. Но я могу это сказать, потому что Марик торопился к Джон Кальяну Фесту и быстрее, чтобы их продать и заработать кэша и уехать оттуда пораньше. Возможно, нет. Но в дальнейшем, наверное, Марик это учтет и будет не покрывать... не будет покрывать краской резьбу и это очень как бы хуёво. Блюдце, я наконец-то думаю, поменяется. Она более красивая, потому что с этим блюдцем она выглядит кардинально, максимально убого. Это как... как, блядь, 40-килограммовая девочка с восьмым размером груди, да? Блюдце выглядит так. Никакой симметрии и никакого вот этого гармонии и всего остального с этим блюдцем. Плюс блюдце максимум конченое. Оно такое, блядь, непонятно шершавое, знаете, как нигерийская проститутка. У неё даже кожа, наверное, помягче будет, чем вот здесь. Ну и, собственно, вот такой вот масенький кальян, что про него ещё сказать. Курица довольно-таки прикольная, интересная, масенькая. Так что размер не имеет значения. Это даже написано в книгах. Называется «Я и моё тело» для девочек от 8 лет до 12 лет. Такая книжка есть, можете почитать, вам будет очень интересно. Ну и всё, собственно, это Дава Дым. Подписывайся на мой ебучий канал. Не будь мазафакером. Всего тебе прекрасного. До свидания.